Баракуха Говорят, что пророк Сулейман после того, как поработал, присел отдохнуть на гору, а ноги отпустил в реку Акбура, чтобы освежиться. В связи с этим по-русски называется трон-так, то есть Сулейман-дын-тактасы. Получается трон Сулеймана. То, что эта местность древняя, нам рассказывают петроглифы, расположенные по бокам горы Сулейман-то, принадлежащие бронзовому веку. Ну а на северо-востоке от Сулейман-то расположено еще одно важное архитектурное строительство – мавзолей Асав и Бенбурхия. Исследования археологов доказали, что кирпичи этого строения относятся к XI-XII веку. У подножья горы с восточной стороны есть баня, строительство которого относят к IX-X веку. Доказательство тому – отличие и план строительства, при котором использовались различные строительные материалы. При раскопках были найдены изделия из глины, стекла и нумизматические материалы. Говорят, что в Средние века в городах Средней Азии были развиты обычаи строительства бань среди мусульман с развитой культурой. Здесь на протяжении веков бывало так много людей, каждый своими проблемами, заботами, мольбами к небу, к Всевышнему, каждый своему. И эта аура остается, эта энергетика остается, я уверена. Сулайман-то состоит из пяти вершин. Первая называется Сулайман-такт, вторая – Шорто, третья вершина – Рушанто, четвертая – Келинчекто и последняя – Каттамато. Вершина Шорто богата пещерами и связанными с ними интересными преданиями. Говорят, что в пещере размером 6 на 7 метров, где незаметно просачиваются соленые капельки воды, остались следы от колен и ступней пророка Сулаймана, а соленые капельки считаются его слезами. Проход в пещеру очень узкий, чтобы пробраться, нужно проползти сквозь отверстие. И если зажечь свечу, то можно увидеть камень, похожий на раскрытую книгу, где есть, со слов знающих людей, отрывок из Курана, Аятал-Курсе. С восточной стороны горы расположена мечеть Рават Абдуллахан. В свое время мусульмане со всей Средней Азии собирались здесь, чтобы прочитать пятничный намаз. До 20 века эта мечеть Медресе не теряла значимости и являлась центром обучения воспитания детей. Говорят, что такие мечети Медресе Абдуллахан построил в Иране и Афганистане. Мечеть Сулайман-то и дом Бабура являются примером архитектурных памятников, принадлежащих XVI веку. Дом Бабура Захредина Мухаммеда, основателя династии моголов, поэта и филосова, читают мечетью Сулайман-то, потому что по просьбе паломников здесь читаются молитвы. В своей книге «Бабур Намэ» он оставил хорошие впечатления о городе Ош и у Сулайман-то. Написал о том, что в воздух в городе Ош чистый, протекает много воды, и о здании, которое он построил на горе. На самом деле, Ош украшает и отличает это Сулайман-то, потому что если закрыть глаза и представить город без Сулайман-то, то от других десятка тысяч городов никак отличаться не будет. Те же многоэтажные дома, извивающиеся дороги, как и в других городах. Сулайман-то было предложено включить в Сулайман-то. Сулайман-то не только украшает город Ош, но и весь Кыргызстан и является архитектурно-историческим памятником. Включающим в себя древнейшую историю жизнь и быт тысячи народов.